так всем привет вот я наконец-то и достиг этой точки проход запрещен ведется видеонарудение территории фгу что-то там верхнего регион это ты можно конечно поближе подойти но в общем в общем дальше я не пойду я же не нарушитель все-таки там какие-то у них абораты стоят краны какой-то старый как я понял катер а ну он походу не используется краны трактора новые так верхняя он регион водхоз понятно в общем да видите здесь вот откопано уже здесь орудовал экскаватор вон ковши видны сюда вот он заезжал здесь у них какая-то пойма да он видите как какой был уровень воды на пристани в общем так что в общем я чё хотел сказать да вот она труба с другой стороны каждый год у меня какой-то чек-лист так называемый то есть надо сделать то-то то-то и то-то надо побывать например на острове в этом году и на острове побывал точно там сбегать до трубы потом в чек-лист еще у меня обычно входит пробежаться летом под ливнем обычно это и поздним вечером то есть у меня последние годы это часто получалось бежишь до ниточки промок так нас так сказать бывало в шлепанцах или в кедах помню в шлепанцах бежал и там потом дорогу переходила там больше чем по колено захлёстывали он такой поток бился и шлепанцы я чуть не потерял но как бы запомнилось это все запоминается здесь кстати сейчас он там бежал за за мыском может быть там парень и девушка собирают мусор в мешки мне вот интересно сейчас я у них спрошу кто они то есть по походу это добровольцы самом-то деле это очень круто то есть они там при видно очищен пляж это дальние пляжи такие дикие там почти пляжи то нет такие приватные какие-то пляжики там туда и народ не ходит я так иногда бегаю летом ну кстати тоже чек-лист можно занести отдохнуть хоть раз вот на этом пляже просто до него бежать но далеко достаточно вообще здесь очень неплохо очень очень неплохо вот сейчас я прибежал разогрелся так вообще тепло стало и как бы так вот водичка так шебуршит но здесь много вот этого ракушек забыл как называется здесь самом деле чины иногда воняет не знаю может быть из-за того что там слив есть подальше вот так вот сегодня я это сделает 11 мая у рыба кстати какая-то странная рыба в смысле не лечь на карпа похоже слышите большая чешуя такая слабонервным не смотреть хотя у нас как это сказать то общество конечно стало совсем слабонервное чего вам сказать то ну давайте я пока добежал поделюсь открытием которое я сделал во время бега вчера я книжку эту почитал там в общем фишка вся шла про восприятие реальность времени по называется этот амайзан 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 там было написано но по-русски но в общем там фишка в чем в этом видео вся фишка в том что ну прочел от я вчера вычитал что там эксперименты показали они начали замерять энергетическую так сказать и не ну то есть сам энцефалограмму снимали там эти напряжение электрические в мозге а потом они научились вот в 2000-х годах где-то снимать точки где для вот здесь вот такой вот у нас он повырубали деревья кстати этот лесхоз у меня вот слов вообще нет они везде рубят деревья сейчас по лесу бежишь пеньки то есть у них там заготовка леса что ли у этого лесхоза денег не давать и в этому лесхоз больше они будут еще больше рубить деревьев зачем он здесь в деревья то срубили деревья давно здесь существовали вы как бы слов нет уроды эти блин ты лесхоз как это не знаю быдло как нельзя к природе относиться в академ городке везде лес рубят тоже везде идешь и новый пенек новый пенек деревья росли много лет там 15-20 лет и вдруг здесь решили его срубить там ну понятно что они причины то найдут как обычно это делается слов нет просто одно не давайте денег лесхозу они какие-то неграмотные закон заготовщики леса куда они его продают неизвестно куда вот они расходуют это дерево которые срубают а им явно нужно больше и больше деревьев они их рубят везде подряд в общем ладно я продолжу в общем научились замерять как-то потребление энергии как мозг потребляет энергию и обнаружили что он потребляет его во первых не только там определенных центрах а вообще по всему мозгу и делает это в волнами то есть там волны идут постоянно и во сне и в реально и наяву как бы ну в бодрствовании и весь сядет все дело в том что эти волны они идут по всему мозгу волны потребления энергии насколько я понимаю не знаю честно говоря в чем они измеряли все это подробности нету есть только вот это вот то что они объяснили что идет потребление энергии потом когда чё самое интересное когда там нужно было что-то сделать какой-то какая-то задача и активировались определенные части мозга по потребление в общем в мозге даже снижалась чё самое интересное то есть потребление в той в тех областях мозга она наоборот увеличилась которые работали а в общем в общем общее потребление в итоге снижалась потому что понятно или весь мозг питается или центры в общем я бегал бегал думал думал в общем до меня я думаю додумалась как это происходит почему это происходит там примерно эти волны а ну да это типа большие это волны а есть еще более ну как сказать частые то есть длинные волны и частые волны короткие волны они как раз возникают в тех местах которые активируются при выполнении какой-то задачи который вот возникла ее надо выполнить то есть не исполнение постоянно что-то в общем фишка в том что вот я до чего дошел у меня конечно не так вот она ста самая труба ее надо торжественно заснять постоянно на берегу видно в общем фишка в том что для чупать до чего я дошел моя гипотеза так так что там пришло от мтс странное ну ладно моя гипотеза состоит в том что дело в том что за счет чего энергия то происходит за счет того что кровь кровью снабжается определенные участки мозга так и такие ну то есть видимо вот эти вот клетки мозга которые ее сильно так расходуют ну там всякие эти нейроны и так далее аксоны они видимо работают очень интенсивно и они если постоянно энергию забирать то там видимо очень быстро будет истощение и может быть даже их сжигание выход из строя и видимо поэтому то есть они рассчитаны на на очень интенсивную работу но кратковременной поэтому есть такие волны вот то есть волны потребления когда они накапливают допустим кровь приносит приносит там кислород я не раз его потребили преобразовали в энергию энергия это расходуется там какие-то еще на 10 на сколько секунд это вот такая моя гипотеза то есть если кто-то ее будет использовать в научных работах ссылка на это видео обязательно я евгений королев копирайт 2024 год канал сайбериан сансы сибирский закат ну вот я сейчас дальше побегу да и как бы все ладно еще встретимся в эфире